Настоящий талант Который из вас сможет побороться за главный приз Ура! Девочки, здорово! Интересно, а где будет проходить финал конкурса? Где бы он ни проходил, я пришлю тебе открытку Вы бы сначала победили, а потом планы строили На время соревнований мы соперницы Так что если кто-то забудет заклинание, я подсказывать не стану Ой, да нужны мне твои подсказки Девочки, а мне сегодня ночью песня приснилась Может быть вместе споем? Каждый сам за себя Уникальный акробатический талант Спешите видеть только сегодня номер с мечами А я на конкурсе в лесной эрудиции Отвечу на любой вопрос из волшебной энциклопедии Ну что же, начнем обучение А я удивлю всех своим нарядом Ну-ка, волшебные иголочки, за работу Отраженье Раз, два, три Я снаружи, вы внутри Ура! Получилось! Будем петь песню Что? Вы не вспомнили про главный талант Девногорья? После моего подарка В школе ни одно заклинание работать не будет Хе-хе-хе Тогда-то и появится гвоздь программы Лега на метле Прекрасная музыка Это Аленка занимается А это еще что? Плачет кто-то? Может, зава в трубе застряла? Да нет, это она инструменты настраивает Не удивляйтесь, профессор Репетиция Все, хватит! Хватит! Не согласны с автором? Скорее еще не нашла с книгой общий язык Мы так не договаривались Не переживайте, профессор Работа кипит А ну стой! Стой! Кому говорю? Спасите! Помогите! Помогите! Варя, держись! Помогите! Что случилось? Девочки, что-то происходит У меня заклинаниями вообще ужас У меня тоже И у меня На самом деле, мы все не справляемся А кто сказал? Каждый сам за себя Мы все сказали Да И волшебство не работает И что же делать? От меня даже корона убежала Корона Вернись на место Держи, Василиса Девочки, я придумала Будем выступать без волшебства Просто поможем друг другу Номер с мечами Ого, выкрутились Спасибо, девочки Какого цвета шапочка у красной шапочки? Все, надоело Мой выход Вопрос с подвохом С тех пор Как в моду вошел синий цвет Девочка, известная Как красная шапочка носит синюю шапочку Что? Не ждали? Самый крутой номер Дивногорья Метелка Ты что метелка? Метелка Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе что это было это был юмористический номер с лошадкой девочки продолжайте спасибо девочки я же сама выключила все волшебство в школе а ты подсказать не могла ты мечтаешь о других берегах и я читаю о драконах и царевнах может разные но вместе всегда мы построим этот замок хрустальный в руке твоей моя рука я знаю будет лето круглый год и яркий в красах хоровод когда с тобою твои друзья нам друг без друга просто нельзя лето круглый год и яркий в красах хоровод впервые вижу чтобы на таком конкурсе выступали без волшебства нам друг без друга вдруг на нельзя вы покорили нас самым главным талантом быть дружными поэтому на финал отправляются все царевны ура привет мы царевны подписывайся на наш канал волшебные краски волшебные краски Ну уж нет Мы не будем украшать комнату этим старьём Ай! Выберите меня Я буду классно смотреться в вашей спальне Аленка, ты сегодня лидер по волшебству Да и вы не отстаёте Скоро мы станем великими волшебницами Великими волшебницами Я улетаю от такой наглости Мы сможем запросто победить Даже Бабу-Ягу Ой! Это уже перебор Надо немного поубавить ваш пыл А картина? Она пошевелилась Арчи, ты нас напугал Ты умеешь заходить в картины Круто! До скорого! Я знаю, как украсить комнату Давайте я вас нарисую И мы повесим портрет на стену Хм, может и мне пора обзавестись коллекцией Этой, как её Живописи Хе-хе-хе-хе Девочки, берите чистые холсты И несите в нашу комнату Тут ещё краски какие-то лежат Берём? Берём У меня как раз красная краска закончилась Ой Рисуй быстрее Я ведь предлагала держать мяч в руках В руках? Мяч только вратарь держит А я центральный нападающий Можешь опустить ногу, Варь Ура! Куда делся Варин мяч? Я нарисовала его, и он тут же исчез Странно О, что такое? Всё, что я рисую до конца Исчезает отсюда и переносится Внутрь картины Эти краски заколдованы Заколдованы? Кем? А вот кем Нет Остановись Не дорисовывай Так тебе, Баба Яга Нужно отнести картину к директору Получим зачёт по волшебству Что это? Что это она делает? Отнести меня к Кащею? Не дождётесь Зачем вы хотели запереть нас в картине? Чтобы вы не думали Что сможете колдовать лучше меня Текаться со мной решили Ты и вправду хорошо рисуешь Но до завершения портрета Тебе осталось ещё Пара мазков Ну, это мы поправим Кисточка-то у меня при себе Прошу ко мне Повешу вас у себя на стене Хоть посмотрите, как делается Настоящее волшебство И как нам теперь отсюда выбраться? Нужно наколдовать тряпку Не получается Надо сильней Дай я тебя как следует подругу Ничего вы стиранием не добьётесь Моя-то тряпка волшебная была А у вас обычный хлам Пора вам увидеть ваш новый дом Нужно что-нибудь придумать Вот если бы мы умели выходить из картин Как Арчи Но подождите Раз уж мы теперь нарисованные Значит мы тоже можем перемещаться По картинам Точно Что? Побег? Вернитесь А ну назад Немедленно Куда вы все делись? Что теперь? Теперь надо найти Арчи И при этом не попасться в лапо-яге Арчи, помоги! У нас в спальне на полу лежит тряпка Надо принести её и стереть нас с картины Арчи, объяснение потом, пожалуйста Теперь всё будет хорошо Пейзаж, значит, предпочитаете? Нет Мерзость Только не это Марш в другую картину Эту я себе на стену не повешу Ладно Похоже, сегодня ваша взяла Но волшебницы вы Всё равно никудышные Спасибо, что спас нас Арчи Арчи, спасибо! И вам спасибо, господин широко улыбающийся директор Вы нам тоже очень-очень помогли И кажется, я знаю, какую картину нужно повесить в нашей комнате Привет, мы царевны Подписывайся на наш канал А царевном ни минуты не сидится Им бы всё играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны Могучая перчатка Так Принцесса-невидимка Носит плащ-невидимку 104 подвига Правильно А солнечный рыцарь? Ах, сияющие доспехи 232 подвига Не, нет 233 подвига Верно Как же много эти герои подвигов насовершали Конечно, им-то легко Были бы у меня сияющие доспехи Я бы и сам каждый день по подвигу совершал Исследование лучше отложить, профессор Могучая перчатка – мощный, но чрезвычайно капризный артефакт Согласен Пускай пока отлежится Исследование 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 Может, запрём её понадёжнее? Нет-нет, лишь в зачарованном кубе она теряет свои силы Мы, кстати, тоже потратили много сил Надо бы восстановить их после долгой дороги Предлагаю немного поспать Могучая перчатка Звучит, ну, очень по-геройски Тебя, наверное, носил знаменитый герой Ты хочешь сделать героем меня? Ну, раз ты сама попросила Посторонись, солнечный рыцарь Я выхожу в лидеры по геройству Вроде и не ждёшь, не гадаешь А волшебный приз получаешь Падаешь и снова взлетаешь Горе не беда Парень, ты не промах, знаешь И собою всех удивляешь Не сдаёшься и побеждаешь Значит, ты звезда Какая у тебя модная перчатка, Ливан? Второй такой, на всём свете нет А можно мне примерить? Примерю и верну Легко Ещё плохо слушается Ну, хватит нас разыгрывать Если жалко, так и скажи Ай, мой нос! Не думала, что Ливан такой шутник Э, да помогите же! Что-то с ним не так В нашей школе всегда кто-нибудь по коридорам носился А у вас так спокойно, тихо Ливан, возьми себя в руки Это всё перчатка! Все сюда! Прекрати хулиганить! Вот так силища! Нам даже в пятером с этой перчаткой не справиться! Конечно, ведь эта могучая перчатка Крайне опасна Принадлежала знаменитому злодею Коварному всаднику И как теперь её снять? Боюсь, что никак Можно только передать на другую руку С помощью заклинания Но где же мы возьмём другую руку? Я знаю! Чёрная рука! Чёрная рука! Нам нужна твоя помощь! Ливан, повторяй заклинание На прощание помаши и к другой руке спеши На прощание... На прощание помаши и к другой руке спеши Всё супер! Супер плохо! Скорее! Надо её догнать! Не получается! Тебе придётся остановить её самому Но как я её остановлю, если даже вас не могу освободить? Какой же из меня герой? Да ладно! Ты без всяких перчаток меня спасал! Помнишь, когда у нас школа сбежала? Ты меня успел на улицу вытащить? Ливан! Ливан! Не держись! Ливан! Не сможешь! Защищайтесь! Сударыня! Может, пожмём друг другу руки, и вы отправитесь обратно в куб? Надо же, что может днём присниться Или это не сон? Господин директор! От меня так просто не уйдёшь! Ливан, сюда! Эх! Вы усвоили урок, молодой человек? Героями нас делают поступки, а не волшебные предметы Кстати, поздравляю с очередным подвигом в Девногории Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Девушки отдыхают Один, девяносто два, девяносто три, четыре, четыре, пять, девять, девять. Суня, что с тобой? Если через тебя пролетело привидение, от тебя отвернётся удача. Это если ты веришь в удачу, а лично я в неё не верю. Не веришь в удачу? Ну, хотя бы в неудачу. И в неудачу тоже. Если выучишь все ответы, получишь отлично, без всякой удачи. А у нас в Эльдорадо говорят, если я набил мяч пятьсот пять раз, будет весь день вести, и я в это верю. Сто пять, сто шесть. Мы с Соней и без всякого везения вас в футбол обыграем. Да ладно? Во дворе, при свидетелях. Вазка, смотри по сторонам, не урони на меня вазу. Ой-ой-ой-ой-ой. А эти картины надёжно висят? Кто-нибудь проверял на этой неделе? Я же заказывал профессорскую шапочку. Ну, так тоже неплохо. Сто тридцать два, сто тридцать три. Ну вот, придётся всё заново. Там чудище рогатое. И это только начало дня, а мне уже так не везёт. Да это же профессор. И что, если уж от профессора с утра такая тень, то что будет с нами к вечеру? Соня, ты так каждой тени пугаться будешь. Кажется, я знаю, как тебе помочь. Когда прочитаешь заклинание и соединишь половинки талисмана, появится дух Страж, который будет круглосуточно отгонять от тебя невезение, без перерыва на обед. Ладно, давай попробуем. На защиту Страж Хиевись доверяю тебе жизнь. Ну вот, с таким защитником ты будешь в полной безопасности. Железная гарантия. Спасибо, Даша. 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 Пятьсот четыре. Пятьсот пять. Есть день везения. Победа будет наша. Это мы еще посмотрим. Причем прямо сейчас посмотрим, как я забью гол не глядя. Вот что я называю чудо-везучестью. Соня, больно вообще-то. Так это не я, это он. Это что получается? Три на два? Да еще и одет не по правилам. Не, мы так не договаривались. А если такая железяка еще и на ногу наступит? Мало не покажется. Подожди пока тут и не мешай. Баска, давай еще раз. Что-то твой страш не сильно тебя слушается. В атаку на наши ворота пошел. А по-моему, лично на тебя. Стой, замри! Наверное, страж решил, что Васка хочет попасть мечом по мне. Может, тогда его отпустить, Соня? Просто раздели талисман. Разделить волшебный талисман – это худшее из возможного. Тогда удачи вообще никогда не видать. Так, девочки, поскольку мяч теперь явно за вас, я им играть не буду. Остановите его! Страж! Фу! Место! Плохой страж! Хватит! Бежим в школу! Там он нас не достанет! Устал? Сдулся? В мячи он мне чуть больше нравился. Васка, беги! Я его задержу! Соня, разделяй талисман! Скорее! Разделять талисманы – плохая примета даже у нас в Альдорадо. А тебе и так уже не везет. Я сам его разделю! Что за акробатический этюд с медведем? Васка, держись! Я тебя спасу! Ой, очень больно падаю. Васка, раздели талисман, пожалуйста. Ну вот, мои неприятности и начались. Ничего не начались. Все эти приметы про удачу и неудачу не работают. Вот ты набил мяч пятьсот раз, а все равно не повезло. Да, твой день сложно назвать удачным. И Сони страж одни неприятности принес. А все потому, что я его вызвала, чтобы он решал за меня мои проблемы. Но теперь со всеми неприятностями я буду справляться сама или с помощью друзей. Правильно, Соня. Волшебникам по долгу службы приходится верить в привидения, в заклинания, даже в бабу-ягу. Но только не в удачу. Привет, Арчи! Хе-хе-хе! Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Волшебная мастерская Эй, ну послушай, я просто не пойму, и в кого ты такая обидчивая? Вот когда пять лет назад ты мне на ногу наступила, я же вообще ничего, ни словечка, ни звука, сразу и простила тебя. Помнишь? Хе-хе-хе! Воздух, земля, огонь, вода. Так, теперь нужно... А! Элементарно! А я научилась красить... Воздух, земля... Вы объясните мне, для чего это вообще? Натащили из подвала всякий хлам, и теперь давай, чини. Мы что, готовимся открыть ремонтную мастерскую? А мне нравится! Ещё чуть-чуть, и у нас будет замечательный ковшик. Угу. Поздравляю всех вас с ковшиком. Ты злишься, потому что сама починить ничего не можешь. Кто, я? Да просто жалко время на это тратить. Кстати, профессор сказал, что это задание факультативное. Хоп! Кто хочет, делает, а кто не хочет... В общем, я пошла. Игры на свежем воздухе. Рекомендую. Будет желание, присоединяйтесь. Ну что, так никто и не выйдет, что ли? Ну и ладно. Эй! Ну всё, всё! Мир! А что, если совместить удар с заклинанием? И как это я раньше не догадалась? Только бы вот заклинание вспомнить. Стрелой улетаешь, чего-то там задеваешь, что ли. Ой, как я этого не люблю. Наверное, облака задеваешь. Попробуем. Хопа! Ух ты! Всё из-за твоих глупых обид. Сидела бы дома, и труба на месте бы осталась. А я ведь только сказать собиралась. Уже почти сказала. Извинилась почти. Ну ладно, чего ты? Сейчас починим твою трубу. Я вообще-то самая крутая тут по своей волшебности. Ой. Что же это? Так я не то заклинание, наверное. Сейчас, сейчас, погоди. Видать, процесс не тот запустило. А как остановить? Как теперь остановить-то? Извушка, миленькая. Не уменьшайся больше. Сейчас, сейчас, погоди. Я скоро. Что это с ней такое? Её скоро можно будет в детский садик отвезти. Это я, что ли? Мяч попал в трубу, а в трубе у неё что-то важное, наверное. Вот она и уменьшилась. Понимаешь, у меня же колдовство носит характер этот, как бы сказать... Разрушительный. Да, а вот это, как его? Созидательное. Да, да, вот нет его. И всё тут. Помоги, Кащей, по старой дружбе. Это когда ты мне подругой была? Ну, лет двести назад. Не помнишь, что ли? Я была такой милой белокурой девочкой. Кащеюшка, спешить нужно, а то она исчезнет. Обещаю не делать пахостей. Неделю. Нет, месяц, месяц. Хорошо, два. Варь, что случилось? Я там сильно навредила, короче. Заклинание неправильно сказала и... У избушки трубу мечом снесла. А из-за этого она уменьшаться стала. Сильно? Угу. Вообще странно. Причём здесь труба? Может, у неё там что-то очень важное? Ну, ты скажешь. Девочки, я... Мне её очень жалко. Она скоро вот так усенькая станет. Как помочь ей? Да просто! Мы же как раз сегодня ремонтом всяким занимались. Точно! Задание, задание... Где же оно? А, вот! Так, так. И заклинание. Девочки, поможете? Конечно, бежим! Ой, ничего себе! Здравствуйте! Вы не переживайте. Быстрее! За дело! Так, левее. Вот так. Закрепляй скорее. Варя, давай. У тебя получится. Угу. Воздух, земля, огонь, вода. Силы волшебные с ними всегда! Ура! Варька, молодец! Ну что, пробуем? Ну же, расти! Это я виновата. Простите, пожалуйста, что я вашу трубу испортила. Мы её починили, но... Вообще-то, это она сама её сломала. Как это? Как я этого не люблю! Ну и чего? Довольна теперь? Вот так это было. Девочки, вы молодцы. Я был уверен, что вы починили бы трубу в любом случае. Ну да. Тем более вот у нас факультатив был как раз, ну, по этой теме. Починка там всякая. Вот-вот, я про это и говорю. Да, но ведь не помогло. Избушка всё равно маленькая. А это уже по другой причине. О-о-о, выручил. Спасибо. Ну, нам пора. Избушка, давай домой. Про обещания-то не забудь. А я пальцы крестиком держала. А-ха-ха-ха! Ой! Неисправима. Привет. Мы царевны. Подписывайся на наш канал. О царевном ни минуты не сидится. О-о-о! Им бы всё играть и веселиться. О-о-о! Не случайно и тебя в свой мир волшебный. О-о-о! Приглашают царевны. ВОЛШЕБНИЦА ВОДЫ Мне кажется, девочки немножко косятся на меня. Нет, они меня любят, конечно, но... Понимаешь, они ведь все уже почти настоящие волшебницы. А-а-а! Настоящие? Уже? Аленка облака двигает. Соня научилась с нами управлять. Когда они успели? Я предупреждала, что не потерплю тут никаких добрых волшебниц. А я до сих пор какая-то царевна лягушка. Подумаешь, достала иглу кощей один раз. И что? Эй, ты куда? Обиделась? Да я люблю лягушек. Я ж сама лягушка. Ну что ж, начнем, пожалуй. Как это? Ух ты! Так я умею управлять водой! О, Василиса, ты куда пропала? А чего это ты принесла? Что это? Я теперь волшебница воды! Да? Ничего себе! Показывай быстрее! Как ты это делаешь? А нас научишь? Научу, конечно. Только я пока сама не знаю, как это у меня получается. Ну а теперь попробуйте справиться. Эй, ты чего? Давай, останавливай ее! Чего ты ждешь? Ну я не могу! Я не умею! Может, ты сломала его? Вот тебе и волшебница воды. В окно его! Эй! Куда? Бежишь! И таким образом обеспечить выполнение? Обеспечить выполнение. Записали? Выполнение. Записал. Учебного плана. Учебного. Господин директор. Вроде сырость все какой-то потянуло. Не чувствуете? В самом деле потянуло. Так, давайте-ка сделаем обход. На всякий случай. Давай же! Аленка, морозь ее! Она не замороживается! Ой, девочки! Все наши платья намокнут! Я за помощью Кащею! Что же делать? Арчи! Помоги нам, пожалуйста! Смотрите, девочки! Арчи, молодец! Ура! Она спасет! Спасибо, Арчи! Ура! Спасибо тебе, Арчи! Спасибо тебе, отец! Девочки, но он же не может пить эту воду вечно! Вот именно! Ведь вода в нем никогда не кончится! Кувшин же волшебный! Я вспомнила! У кувшина была крышка! Если Василиса не найдет крышку, там крышка! О! Похоже, здесь был настоящий потоп! Девушки отдыхают! Арчи! Какие умные царевны! Нет, ну это уже слишком. Что тут происходит? Кто-нибудь может объяснить? Вот, из-за него всё. Хм, вечный кувшин. Да, она украла его у нас сколько? Лет сто назад. Двести как минимум. Кто украла? Баба-яга, конечно. Девочки, вы не представляете, какая это замечательная вещь. Профессор, в музей его. И заклинание выберите понадёжнее. Вы настоящая команда. Молодцы. Арчи, ты тоже большой молодец. Вовремя пришёл на помощь. А нашей царевне лягушке отдельная благодарность за смелость. Эх, смелость, смелость. А волшебницей-то я так и не стала. Как была лягушкой, так и осталась. А? Ура! Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал. Уборка с Егоркой Ха-ха! 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 Может, как-то починить? Не получится. Я уже пробовала. А давай новую шкатулку купим. Не надо мне новую. Мне это нужна. Мне её мама подарила. Ха-ха-ха! Вот зачем эта Варька вырвала шкатулку у меня из рук? Хоть бы прощения попросила. И ещё говорит, что я во всём виновата. Ха-ха-ха! Ну не плачь. Да ну её, эту Варьку. Не расстраивайся. Ха-ха-ха! А чего ты грустишь? Ой, здравствуйте. А вы кто? Ха-ха-ха! Я улыбка кладовой. Слышала про меня? У-у-у. Простите. Меня нарисовала Елена Прекрасная. Подумаешь! Я рисую не хуже Алёнки. Опа! Ну-ну-ну! Во мне сто лет ничего не менялось. Сто лет? Постойте, постойте. Так вас что, Алёнкина бабушка нарисовала? Конечно, бабушка. Но я помню её совсем маленькой девочкой. Боже, как бежит время. А ты что здесь делаешь? Что-то случилось? Ничего у меня не случилось. Я просто уборку делать пришла. Вон пыли сколько везде. Соню, бросай мне! Василиса, лови! Хочешь к ним? Ещё чего. Вот уберу здесь всё и одна пойду гулять. Ну, хорошо. Я помогу тебе сделать уборку. А дальше посмотрим. Егорка! Уборка, уборка, перейди на Егорку. Ой, погоди. У меня конфета была. Егорка не ест сладкое. Он питается пылью. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Они все начали. Ай, ой! Ой, стой! Это несъедомно! но как же так это не я а кто же он сам не под ноги залез вот и сломался в следующий раз будет смотреть куда варя разве тебе его не жалко ты не права и горка вечно я все ломаю прости меня пожалуйста может тебе стоит у василиса прощения попросить василиса я хотела тебе сказать ну в общем это я не хотела чтобы вот так вот извини меня пожалуйста это еще кто такой шкатулка он ее съел Егорка Моя шкатулка Остановись Отдай Стой Отдай нашу шкатулку Отдай шкатулку Егорка Держите его крепче Зачем ты ее взял Смотрите что это Шкатулка Он починил ее Как новенькая Ты умница Спасибо тебе Егорка Ура 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 Берись 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 И больше не дерись А если будешь драться Я буду кусаться А кусаться нам нельзя Потому что мы друзья Ах дружба Это лучшее что есть на свете И если бы я могла смахнуть слезу То смахнула бы обязательно Ха-ха-ха-ха-ха Царевны Первый урок Танцевать Буду я сегодня Танцевать Так без установки Танцевать Музыка с собой уносит И ни о чем не спросит Танцевать Сколько тетради взять? Десять хватит? А учебники выдадут? Или надо вон с собой привезти? Девочки А чье это платье? Можно поносить? Здесь школа или салон красоты? Для кого школа? А для кого футбольное поле? Эй! Ой! Это не я. Этот мяч сам взбесился. Задание довольно сложное. Не уверен, что царевны с ним справятся. Но только так нам удастся проверить их способности. Любопытное задание. Хм, что-то не могу понять. Э-э, если проявить смеканку, точнее, задатки исследователя... Как? Сломать реквизит? Ну, я бы сказал посмотреть, как он устроен. И создать из этого что-то принципиально новое. Ну как? Вы совсем не разбираетесь в девочках. Они не могут ничего сломать. Они вообще по-другому думают. Тссс. А, по-моему, отличное задание. Что ж, нам пора. Куда же я положил свою любимую бабочку в горошек? Слышите? Звенит звонок. Начинается урок. Уже пора вставать. Безобразие. Куда она подевалась? Там ее тоже нет. Прозвенел уже звонок. Начинается первое О, последнее К. Четыре буквы. Урок. Послушайте, мы не можем опаздывать. Девочки наверняка уже ждут нас. Да, опаздывать некрасиво. Может быть, пока вот так? Ладно. Сойдет. Пошли. Что? Где они? Девочки. Здрасте. Здрасте. Вы опоздали. А точность вежливость не только королей, но и царевен тоже. Мы же на чуточку. Простите нас на первый раз. Займите, пожалуйста, свои места. Чурье у окна. Приступайте, профессор. Милые барышни, наш урок мы посвятим трансформации. Мы будем делать мультики? Нет. Вам нужно превратить лису в лося. Желаем удачи. Хватит хулиганить. Верни бабочку. Ну что же с этим делать? Девочки, мы уже все варианты испробовали. Дурацкое задание. Его вообще невозможно выполнить. Так, есть идея. Ого, а так можно было? Лосал. А как из буквы «Л» мягкий знак сделать? Ах, как жаль, что наш урок кончается. Время не ждет, даже если не получается. Даша, быстрее. Я ума не приложу, что еще с ними можно сделать. Смотрите, палочки живые. И гибкие. Мы сделали это. Ура! Ну-с, вы выполнили задание. И ничего сложного. А ты говоришь, мы в девочках не разбираемся. Итак, профессор, как вы оцениваете способности наших учениц? Кажется, они мыслят нестандартно. Это нам подходит. Из них могут получиться настоящие волшебницы. Следует признать коллеги, у них блестящие данные. Талант. Дорогие царевны, вы справились. Поздравляю. Ура! 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 Господин директор, ваша бабочка. Хм, надо же. В классе забыл. Хм-хм. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. О царевном ни минуты не сидится. И мы все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный. Ура! Приглашают царевны. День Снегури. Так, стол по плану сюда. Хотя нет, лучше сюда. Что у нас дальше по списку? Вечером я научу всех зажигательному зимнему танцу. Зимнему танцу. Летающих подарков в плане нет. Это от бабушки. Любой подарок. Как это? Любой. Именно. Я читала про такие. Любой подарок выполнит любое желание того, кто его откроет. Здорово. Можно пожелать все, что угодно. Самое красивое в мире платье. Или нет, пять самых красивых в мире платьев. Лучше ручку отличницу. Она сама за тебя всю домашку сделает. Или пижаму-невидимку. Никто тебя слишком рано не разбудит. А я всегда мечтала о ледяных туфельках. Или о волшебной шале. Она сколько угодно тянется, и ей можно укрыть всех друзей. Помечтали? А теперь за дела. Волшебные пряники. А у меня высокая кухня царства семи вершин. Рисовые звездочки с карамельной начинкой. Кощей Кощевич, можно? А у вас еще остались открытки-летушки? Хочу позвать на праздник всех-всех наших друзей. Конечно. Вот. Получивший такую открытку, моментально окажется там, куда его пригласили. И, кстати, они очень неплохо летают. Лови, лови. Кощей Кощевич, она куда-то пропала. Ничего не понимаю. Все у них наоборот. Зима и летом, пикник на холоде. Интересно, а что Аленка все-таки выберет, когда откроет любой подарок? Любой подарок? И как такую вещь детям доверили? Загадают же ведь глупость какую-нибудь. Надо его спасти. И загадать что-нибудь дельное. Открытки-летушки, летите, подружки. Зовите скорей на елку гостей. В зимнем небе стая открыток. День Снегурии наступает. Теперь ты в надежных руках. Баба-яга! А ну стой! Отдавай любой подарок! Я бы любой другой не отдала. А уж этот любой, тем более. Что за праздник без погони? Правее! То есть левее! Поймала! Поймала, но не егу! Летающая карамель? Подарок утащила и угощение слопала. Даша, можешь направить свое приглашение на егу? Могу. Сэнди, хватит меня приглашать. Мой подарок! Ура! Праздник спасем! Скорее в школу! А коврик-то, кажется, замерз. Ой-ой. Нам теперь до вечера обратно топать. И открытки сбились с пути. Молодцы. А знаете, че... Где же ребята? И гости опаздывают. Да не волнуйтесь вы так. Гости скоро будут, а ребята, наверное, готовят Аленки... Аленка! Мы здесь! Да вот же они. Мы летели за егой, а потом коврик замерз. И мы такие... Вжух! Было круто! Потом шли целый день. Зато вот! Спасли любой подарок! Можешь загадывать свои туфельки. Ребята, главное, вы сами целы. А подарок я потом открою, когда гости придут. Гости? Но гости не придут. Мы все открытки на егу истратили. Мы хотели вернуться и сразу послать новые приглашения. Но не успели. Значит, никто больше не придет. Кощей Кощевич, а любой подарок может исполнить любое при любое желание? Любое может. И при любое тоже. Ну, тогда я знаю, что загадать. Как думаешь, шаль? Нет, думаю, туфельки. Хочу, чтобы здесь сейчас же оказались все, кому я отправляла приглашение. Шестилапик! Сработало! Профессор! Прянички! Ура! Это будет лучший праздник в моей жизни! А что? Можно подумать, вы мне не рады. Я по приглашению, между прочим. Ой! Хе-хе! Фикодно! Хе-хе-хе! С днём Снегуры! Привет! Мы Царевны. Подписывайся на наш канал. О Царевном ни минуты не сидится. И мы все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный. Приглашаю Царевны. Большое приключение. С гордостью представляю новые экспонаты нашего музея. Уникальные находки с героеведческой экспедицией. Браслет Дюймовочки. Какой же крохой она была. Да спихи огнекрыла три девятого. Три десятого размера. Великанский размер. И что с того, что великанский? Может, его ум? Не больше браслета Дюймовочки. Вот куда надо смотреть. Щит Мудрославы-умницы. Легенды гласят, что Мудрослава была и умной, и сильной. А про то, что она была такой высокой, почему-то не гласят. Мне такой щит вообще не поднять. А уж тем более подвиг с ним совершить. А я не могу поднять щит даже самого младшего из своих братьев. Как же мы без щитов станем героями? Нам ещё расти и расти. Это можно исправить. Встретимся здесь после уроков. После моего угощения вы запросто поднимите даже самый тяжёлый щит. Хм, ничего не понимают в волшебстве. Любуются всякими железяками. А на браслет и не взглянули. А ведь он может уменьшить до размера горошинки. Всё, что угодно. Профессора превратить в песчинку, Кащея в пылинку. Вот где сила. Малый браслетик, да чудесен. А они его без присмотра держат. Ну, а на этом наша маленькая экскурсия подошла к концу. Все на обед. Хм, хитрец какой. Мм, нам нужен кто-то... Кто-то небольшого размера. О, ворон! Хе-хе, а ещё лягушка и паучок. Так, отныне вы богатыри еги. Злые молодцы. Хе-хе, слушайте приказ вашего главного лесокомандующего. Еле дотерпела до конца уроков. Показывай скорее, что там у тебя. Вот, меня прянички научили. Вырастательно-уменьшательные печеньки. Можете вырасти насколько захотите. И поднять хоть все щиты на свете. Откусишь эту, вырастешь. А эту, уменьшишься. Если, конечно, я не напутала с рецептом. Кто не рискует, тот не совершает открытий. Я попробую. Во имя науки. А ну, немедленно положи браслет на место! Соня, дай скорее уменьшающую печеньку. А ну, стой! Моя старая заколка. И любимая ложечка профессора. Ой, кажется, я влипла. Конечно, это не щит мудрославы. Зато мне в самый раз. Последнее Девногорское предупреждение. Где-где, а в библиотеке от меня не спрятаться. Я здесь каждую страничку знаю. А, попалась. Поднять паруса! Полный вперед! Курс на конец главы! Приплыли. Вон она! А ну, стой! Ну что, допрыгалась? Отдавай браслет! Да у них тут целая лесная шайка. Но зачем им браслет? Звери не носят украшений. Это же Яга. Видели это свечение? Она заколдовала их, чтобы добраться до браслета. Скорее, посадите меня на подоконник и вызывайте Чирику. Чирика! О, Чирика, привет. Мы пойдем с тобой. Это дело не для великанов. Оставайтесь здесь и предупредите всех. Яга что-то задумала! Полумир историй чудесных Очень странных и интересных нам Так много хочется понять Как легко учить заклинания И открыть секрет мироздания Как природы тайны разгадать И пускай не просто иногда Золотые облака К нам летят издалека Ночь растает в сети утренней зари Если верить и мечтать Если сердцем выбирать Сможем мы однажды И еще один заколдованный воришка Был браслет дюймовочки, а стало колечко еги А теперь мы будем уменьшать Все, куда глаза поглядят Молодцы! Всех повышаю до генералов Встречаемся вечером в школе Девнагорье Будем решать, что делать с крошкой Кощеем Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ух-хе-хе! Стой, замри! Хау! Отворот-поворот! Ах ты, маленькая! Маленькая, да удаленькая! Не прощаюсь. Котел с огня забыла снять. Считайте, что вам повезло. Даша, для такой крохи ты проявила огромную смелость. Похоже, в Девногории подрастает будущее Мудрослава-умница или Дюймовочка. Чтобы быть героем, вовсе не обязательно быть большим. Поэтому маленький браслет Дюймовочки ценится не меньше, чем на огромные щиты и доспехи. Эх, из-за какой-то букашки сорвался такой грандиозный замысел. Ну хоть мой отряд со мной остался. Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! О Царевном ни минуты не сидится. И мы все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашают Царевны. Идеальная вечеринка Ребята, скорее! Нам нужно торопиться! Даша, что случилось? Нападение на школу! Контрольная? Да нет же, мы совсем забыли. Сегодня день учителя. Мы обязательно должны устроить учителям праздник. Вечеринка? Обожаю вечеринки! Не просто вечеринка, а лучшее в истории. Идеальная вечеринка для идеальных учителей. Но они же совсем скоро вернутся из Совета Волшебников. Как мы все успеем организовать? Успеем, если возьмемся за дело все вместе. Кощей любит красный цвет, Профессор синий, а Марлен желтый. Но гирлянды есть только зеленые. Значит, тебе нужно свежее цветное заклинание. Держи, произнеси три раза подряд, и гирлянды начнут переливаться всеми цветами радуги. Волшебно! Шахматы! Отлично придумано! Кощей Кощеич и Профессор их просто обожают. Точно! Каждый вечер в них играет. И правда. Но ведь сегодняшний вечер не должен быть каждым. Он особенный. А я знаю! Трехдосочные шахматы-перебежчики! Изобретение семивершинских мудрецов! Ну, конечно! Это то, что нужно для идеальной вечеринки. Так, нам понадобится больше шахматных досок. Пахнет просто восхитительно. Это кокосовое печенье. Точно. Кощей Кощеич от него просто без ума. Ага. И постоянно его ест. У него даже в ящике стала коробка припрятана. Таким его не удивить. А что если испечь кокосовый пирог? Пирога в столе у него точно нет? И правда нет. А давай сделаем пирог в форме школы. Или у него башенки отвалятся? Медово-капризичный сироп. Самые липкие на свете. С ним любые башенки устоят. Идеально. Хм. Никак не могу понять. Какие шапочки больше подойдут ко дню учителя? Дай-ка подумать. А что если... Профессорские шапочки! Ну, конечно! Это просто идеально! Надеюсь, учителям тоже понравится. Скрипки. Арфа. Контрабас. Все как любит Кощей Кощеич. Хотя... Марлен больше любит трубу и флейту. Тогда соберем целый оркестр. Начнем с флейты. А это еще что такое? Камертон радости. Стукните по камертону, чтобы создать отличное настроение. А-а-а. Теперь, даже если что-то пойдет не так, с камертоном радости, вечеринка все равно будет идеальной. Ну, куда? А как же репетиция? Кокосовые башенки. Это землетрясение? Это камертон радости. Но с ним кажется что-то не так. Держи коней-перебежчиков! Шапочки! Шапочки, ловите! Эти гирлянды оказались перелетными! От меня не улетят! Надо остановить этот камертон. Но! Немедленно прекрати! Ну вот, вечеринка испорчена. И все из-за меня. Даша, если бы не ты, никто бы и не вспомнил про День Учителя. И у нас есть еще немного времени, чтобы все исправить. Вы думаете? Конечно! Ладно, тогда за дело. Ого, это то, о чем я думаю? Как красиво! Позвольте, я отгадаю. Наши ученики решили устроить нам вечеринку в честь Дня Учителя. Поздравляем! Поздравляем! Камертон радости? Давно собирался его починить, но никак не мог найти. А что он делает на нашей прекрасной вечеринке? Я хотела, чтобы праздник всем точно понравился, но камертон оказался сломанным. Шахматы разбежались, а шапочки улетели. Остались только шашки. Даша, для нас главное, что вы решили нас поздравить. И не важно, шахматами, шапочками или шашками. По-моему, так все просто замечательно. Вспоминай снежной зимой, Вспоминай нежной весной, Летом, осенью вспоминай, О друзьях не забывай. Вспоминай снежной зимой, Вспоминай нежной весной, Летом, осенью вспоминай, О друзьях не забывай. Незаметно мир остановится Мечта заветная вдруг исполнится И голос ласковый позовет Куда, где не был ты никогда Наверное, так сложилась история Я улечу в края нестыковые Но буду воспоминать Но буду воспоминать Но буду воспоминать Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА